Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Меня сегодня попросили прокомментировать одну тему. Метеорит в Челябинске. Что это такое заявление? И что оно означает? И на что-то намекает ли нам? Я даю комментарии. Комментарии даю. У меня как цикл пошел бесед. Я думаю, их немного будет. Это у меня девятнадцатая беседа. Во свете Библии открытым оком. Игнатий Лапкин. Я посмотрел, когда это произошло. Я откровений не имею. Просто рассуждаю во свете Библии. 15 февраля. 15 февраля у нас Сретенье. Господа нашего Иисуса Христа, Симеон Богоприимец, взял Христа на руки во храме. Это двунадесятый праздник. Хорошо, в Сретенье. А метеорит встретился с землей. Или это не метеорит? Какой-то, может быть, корабль внеземной цивилизации, как говорят. Я в это не верю, конечно. Огонь Божий с неба сошел на нас. Камень пал. И он горел. Его сфотографировали. И след какой остался. Сретенье. Это встреча. И в этот же день вот такая встреча была. Астероид какой-то или осколок от большого астероида или от кометы блуждающей. Не знаем. Но я нашел такое место в Святой Библии. Книга пророка Амоса, 4 глава, 12 стих. Посему так поступлю я с тобой, Израиль. И как я так поступлю с тобою, то приготовься к встретению Бога твоего, Израиль. Вот оно, Сретенье какое. Сретенье с Богом. Это напоминание, что гнев Божий будет страшен, когда он придет. И мертвые воскреснут из гробов. Все будет разрушено прежнее. Земля и небо сгорят. Вот это как бы намек небольшой уже к нам приходит. Вот я нашел это еще. Что такое с неба? А бывает ли с неба камни? А бывает ли огонь? Меня интересует не донусло, а конкретно истина из Библии. Книга Иисуса Новина, 10-11. Когда же они бежали, то есть враги после битвы, от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с неба большие камни до самого Эзека. И они умирали. Больше было тех, которые умрили от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевым мечом. Значит, камни с неба. Откуда эти камни падали? Написано с неба. А неверующие в это не поверят. Ну, пусть они не верят, но мы верующие. Это разница. Верующий я верю, он неверующий не верит. Это его путь. Он поверит, когда камень ему тоже ударит. Но ведь этот камень-то мог упасть под центру Щелябинска. Какие были бы жертвы от такого кратера? Это не стекла вылетели бы. Там показывают, как все дымится, какой его диаметр. Ведь речь идет не о двух-трех метрах. Это не машина, или просто так упала. Это не какая-то отработанная часть ракеты, упала там, и все лежит в лесу. Тут вообще ничего не найдут. Книга Исход 9, 22-26. И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской. И простер Моисея жезл свой к небу, и Господь произвел гром, и град, и огонь развивался по земле. И послал Господь град на землю египетскую, и был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было по всей земле египетской, со времени население ее. И побил град по всей земле египетской, все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. Вот еще показывает и Богоизбранность народа. Бог щадит свой народ. А он хуже всех ведет себя. Да так. К погибшему дому Израилеву. Но у него особая своя роль. Своя. Они, израильтяне, дойдут до самой черты грехопадения, воцарят Антихриста. Но в конце они обратятся к Богу, а Сатак Израилев спасется. Это Божий план. И с ним надо согласиться. Они вот то другое повторяют то, что я уже не раз говорил. Против евреев ни одного слова не говорите, а только благословляйте их. И не проклинайте, иначе вы будете прокляты и погибнете. Иезекиил 13.11 Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете. И бурный ветер разорвет ее. Значит, падают градины. Бытие 19.24 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серую огонь от Господа с неба. Вот эти садомиты, гей-парады, эти могут и закончиться. Откуда эти люди пришли такие, которые вот это беззаконие, мужчина на мужчинах делая срам и получают возмездие в своем беззаконии, изменив человеческую природу, оставив естественное употребление женского пола. Они достойны только огня. И кто ходит к ним в гости, кто дружу с бусинами ведет, все будете погублены. Надо выйти от них, оставить их от них. Выйдите. Исайя 28.2 Вот крепкие и сильные у Господа, как ливень с градом, и губительный вихрь, как разлившиеся наводнения бурных вод, с силою повергнут его на землю. Повергает. То есть у Бога все, и огонь, и камни, и дождь. Исайя 30.30 И возгремит Господь величественным глазом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе, и в пламени поедающего огня, в буре, и в наводнении, и в каменном граде. Мы же не знаем, кто там был на том месте, в центре этого падения. Вот в этом метеорите, или как его называют, по-челябинскому-то. Кого он ударил, Господь? Но это грозное предупреждение. Падение камней всегда означает гнев Божий на кого-то. И говорить, что вот это Бог делает на кого-то, а не на нас, это неправильный вывод. Это на нас. Это нас он попужал. Надо понимать так. Потому что, если ударить легонько, даже старухи понимают. Тут старообрядцев, дом есть такой, но у них молятся, но не все домой уходят в субботу. Остаются ночевать. И куда кланятся, называются подружники. Они их подружники поселили, бабки-то и лежат, ну и разговаривают. А что разговаривают-то? Сноха плохая. Вот. К чем болею я? Какая пенсия? Больше ничего нет. И в храме разговаривают. Это они мне рассказывают-то. А над ними висит большая икона, дубовая, пророка Ильи. И там гвоздь или что отломился. И это она упала. Если бы она упала на голову, она бы голову разломила. Но он упал на пол, на другой угол, а потом спокойно накрыл бабок. Икона-то большая. Бабки вылезли из-под иконы, шишки потирают. О, Господи, да какой же пророк Илья-то милостивый. Попужал, а не убил. Так вот здесь, по Челябинскому, Бог попужал нас. Но не убил. Псалом 10.6. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли. Огонь и серу, и палящий ветер, и их доля из чаши. Псалом 76.18. Облака изливали воды, тучи издавали громы, стрелы твои летали. Это стрелы Божьи. Откровение 16.21. И град величиной в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язву от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Ну, талант непонятный. Это 26.6 или 44 килограмма. Бытие 19.24. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серую и огонь от Господа с неба. 4.1.12. И отвечал Илья и сказал ему, Если я человек Божий, то пусть сойдет с неба огонь, и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь Божий с неба, и попалил его и пятидесяток его. Книга Иова 1.16. Огонь Божий упал с неба и опалил. Это говорит не кто-то, а слуга, который прибежал оттуда. А Иоанн Затаус говорит, это сатана прибежал. Он же испалил. То есть с неба дьявол будет сводить огонь. И мы еще не знаем, от Бога этот метеорит или от дьявола. Потому что Библия указывает то и другое. И выносить какие-то осуждения не надо. Но вывод сделать можем самый правильный. Бог нас предупреждает, пока ударил по окраине, где не густонаселенное. Может кто-то там и погиб. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.